Здравствуйте все мои дорогие друзья! Честно сказать, не очень хотелось бы возвращаться после небольшого такого отдыха в YouTube с таким видео, потому что я сказал, что я отдохну несколько дней и вернусь в прямой эфир. Но честно, эти четыре дня я не отдыхал, а я приходил в себя. Итак, давайте буду по порядку, потому что на самом деле эмоции, те, которые я получил в четверг в ночь, после которых я не мог уснуть абсолютно, они уже, конечно, утихли, и слава богу, потому что записывать видео в том состоянии, в котором я был, это, наверное, удивило бы многих из вас, потому что вы знаете меня многие, какой я, и, наверное, удивились бы, если бы увидели меня в таком состоянии. Ну, вроде прошло четыре дня, и, конечно же, я не мог в пасхальную неделю последнюю разговаривать вообще на такие темы и поднимать эту тему, и показывать то, что мне прислали, я не мог. Ну и не записать это видео я тоже не мог, вы должны меня понять, потому что это касается... Если бы это касалось только меня, я бы, как обычно, бы попсиховал бы, может быть, даже ответил бы по-хамски, что не нужно делать, но иногда меня срывает башню тоже. Но это касается не только меня, а точнее, в принципе, не меня, а это касается моей мамы, памяти моей мамы, светлой памяти моей мамы. Чего не скажешь про тех людях, которые... Да, людях, это два человека, которые мне написали. В них светлого точно ничего нету и не может быть. Почему я назвал так видео? Где Димаш? Ну, во-первых, я позволю себе так назвать это видео, дабы обратить внимание и обратиться даже не к двум этим людям, потому что к одной девушке, я так понимаю, бесполезно обращаться, потому что, ну, человек явно болен, серьезно болен, а все-таки к той женщине, которая пыталась за нее заступиться. Это Анна Щедрова. Я обращаюсь именно к вам, и я извиняюсь перед всеми зрителями, кому приходится это слушать. Но эта история была... Вы были свидетелем всей этой истории, и она имела продолжение вот в эти буквально дни. Почему я назвал это «Где Димаш?» Потому что этот вопрос, вы знаете уже этот вопрос, он задается мне уже последние года 3-4. Сначала я не мог понять вообще, меня это там раздражало иногда, почему вы интересуетесь, почему вообще задаете. Я считаю, что это крайне неприлично узнавать, где Димаш, что он делает, куда он ходит, чем он занимается в свободное время. Потом этот вопрос уже вызывал у всех, у нас и у меня, просто улыбку. Вы сами прекрасно все это знаете. Так вот, в одном из прямомых эфиров, вы можете его пересмотреть, он называется «Я не лысый», а коротко стриженный. Это был эфир в позднее время в машине. В этом прямом эфире девушка по имени Елена Ким не здрасте, не до свидания, начала свое общение «Где Димаш?» Мы все улыбнулись, посмеялись. Вы можете почитать весь прямой эфир, чат и комментарии, вы поймете. Потом девушка писала, что она хочет спеть дуэтом с Димашем. Но я пересмотрел это видео, честно, я не понимаю, в какой момент мы ее оскорбили и унизили до такой степени, что она решила так обидеться, и за нее заступилась вот женщина по имени Анна Щедрова. И я обращаюсь к вам. Я хочу, чтобы вы понимали, кого вы защищаете и за кого вы заступаетесь. Потому что я считаю, что это не человек, это просто... Я не хочу называть грубыми словами, но я вам признаюсь, что если бы это была не девушка, а мужчина, я бы нашел бы его, если бы это был мужчина. И я не знаю, что бы я сделал, честно. Потому что, еще раз повторюсь, это касается памяти моей мамы. На следующий день эта вот женщина по имени Анна Щедрова написала мне громадное сообщение. Я их прикреплю сейчас здесь, чтобы все вы видели, понимали, о чем идет речь. Сообщение длинное, поэтому поставьте на паузу и прочитайте. В котором она пишет, что мы насмехались над ней, и что бедная девушка хотела всего лишь посоветоваться и узнать там по поводу дуэта. И она еще сравнилась с девушкой с Индонезии, которую Димаш в свое время когда-то пригласил на питерский концерт спеть дуэтом. Вот. Ну, в комментариях люди культурно объяснили, что, во-первых, я не занимаюсь таким, я никогда не обращаюсь к Димашу с какими-то просьбами. Я их получаю просто миллион. Вы не представляете, сколько я получаю просьб, чтобы что-то я сказал Димашу. Это девушка с Индонезии, которая... Почему ей повезло? Да потому что она работала, потому что она записывала кавера, она выкладывала в Инстаграм, она отмечала всех, Димаша всех, и ее заметили. Она прекрасно спела песню. Что сделала девушка по имени Елена Ким? Ничего. Она просто задала вопрос, где Димаш? Я хочу с ним спеть. Чувствуете разницу, да? Вот. Ну, теперь давайте, наверное, я вам покажу то, что я получил в четверг на обоих каналах, абсолютно на обоих, с ссылкой на какое-то видео, где Димаш где-то в зале, на каком-то мероприятии, я не знаю даже, где это было, с пел дуэтом. И вот девушка Елена Ким написала мне этот ужас, который я даже не смогу произнести. Я вам просто сейчас их покажу. Это сообщение. Она даже не понимает, что даже черствый автоматический YouTube механизм, даже он такие комментарии отправляет в спам. Потому что я их увидел только в спам, о чем очень пожалел. Потому что, видимо, если бы это было в общем потоке, я бы, наверное, не заметил. Хотя сомневаюсь. Но я увидел это в спаме. Я пытался ей ответить. В ответ получил еще хуже сообщение. Вот, пожалуйста, посмотрите, поставьте на паузу и прочитайте. Я, конечно, понимаю, что здоровый человек такое написать не в состоянии. Девушка явно больна, сильно больна. Наверное, вы видели, что я пытался ответить, что как она не боится Бога, и Бог ее накажет. Я думаю, что, конечно, Бог ее уже наказал. Не мне судить. Я на самом деле... Вы знаете, я ей желаю здоровья, прежде всего. Выздороветь. здоровые люди нормальные, которые, как пишет ее женщина, которая заступала, ухаживает за своей мамой, но не может он писать такие сообщения. Просто не может. У меня в голове не укладывается, что такие вещи вообще человек может произносить и не бояться в страстную неделю перед Пасхой писать такие слова. Честно, ребят, это вот просто... Меня до сих пор потряхивает. Я вот все эти дни прихожу в себя. Я не выкладывал, не выходил никуда. Просто... Я просто не мог. Я думал, окончательно успокоюсь и забуду, и Бог с ним. Не могу. Вы должны меня понять. И, пожалуйста, не пишите мне сейчас комментарии. Спасибо за вашу поддержку. Меня все поддерживают. Просто не пишите мне сейчас комментарии, не обращая внимания. Я живой человек. Это невозможно не обратить на это внимание. У меня волосы зашевелились на голове, которых нету. Я не знаю. Вот честно, я не... Фух. Еще больше не понимаю я вас, Анна Щедрова. Как вы можете защищать этого человека? Я очень хочу, чтобы вы это видео увидели. Прям вот... Это действительно записано ради вас. Чтобы вы посмотрели, кого вы защищаете и заступаетесь. И я буду защищать свою маму. Потому что все, что у меня осталось, это память о ней. Вообще, я хочу сказать, что какое-то, знаете, видимо, после череды таких позитивных эмоций, полученных за два потрясающих концерта, приходит такой вот негатив. На основном канале, где все были основные видео, связанные с концертом, с Димашем, я даже не читаю комментарии. Там, помимо того, что ругань идет связанной с последними политическими событиями, там все... Там много комментариев, они и здесь, на этом канале тоже есть, связанные. Постоянно с какими-то претензиями, постоянно с какими-то... Ты не поблагодарил того. Ты не сделал это. Почему ты не подарил Зарине Диор? Она же тебе намекнула. Почему ты не положил голову, когда она спала? А почему нет Джордан-видео? Ребят, я вообще... Знаете, вы вообще своей жизнью живете? Да, наверное, вы скажете, я блогер, и я должен понимать, что люди... Да я половину не показываю то, что есть за кадром. И то, что я подарил Зарине. И где мы гуляли. И кто с нами был в компании. И кого я поблагодарил, и как поблагодарил. Я не обязан вам этого показывать. Я показываю то, что считаю им нужно. И после этого четверга было еще одно сообщение от женщины, которая... Меня честно раздражает, когда Кантемира называют Казимиром. Два разных имени. Меня реально прям просто подбешивает. С полной уверенностью. Ни здрасте, ни пока. Как Казимир? Я под дурака начинаю косить и спрашивать, кто такой Казимир? Не подскажете? Если вы даже не можете выучить его имени, и потом пишете... Не помню смысла. У меня сохранился только один ее последний комментарий, и я его заскринил. Тоже сейчас здесь вам покажу. Которая порадовалась за то, что у меня случилось какие-то беды и несчастья у меня и в моей семье. Я не пойму, сейчас что, весеннее обострение? Люди сошли с ума? Как вы можете радоваться тому, что какое горе происходит у других? Что бы я ни сказал, что бы я ни сделал. Да, я вам по-хамски там ответил, я признаюсь это. Но я просто не понимаю, о чем вообще вы пишете, когда вы говорите, что Кантемир резал себе вены. Вы еще меня обвиняете, что это... Я начинаю спорить с вами. Я что-то не припомню, чтобы Кантемир резал себе вены. Что за чушь вы пишете? Мне просто часто нужно выговориться. Я с какими-то там своими близкими, конечно, эту тему обсудил. Конечно, все просто в ужасе и в шоке. что вообще такое... Люди такое могут писать. Хотя я считаю, что это не люди, честно. Да простите меня Бог так называть, но вы сами все видели. Это... Я не знаю. Точно весеннее обострение, потому что одна мадемуазель... Ну, там вообще клиника просто, клиника однозначно. Я говорю, это все произошло прям буквально вот с четверга по воскресеньям. она вышла на меня как-то... Ну, хотя как вышло все элементарно. Просто выйти на меня и на почту, на гугл-почту, где мне редко пишут личные сообщения. Я получил, наверное, около ста сообщений, адресованных, конечно же, не мне, а Димашу. И прислано около трех-четырех видео и еще, наверное, 50 фотографий внимания интимного характера. Вот почему я каждый раз избегаю вообще темы какого-либо обсуждения Димаша. Потому что я не хочу получать в ответ вот это вот. С чего-то вы решили, что я должен передавать это Димашу. там вообще клиника, там я ее заблокировал, она мне с других почт пишет и предлагает и себя и все. Это просто это ужас, честно. Поэтому я всегда, когда вы меня спрашиваете, когда приезжает Димаш, куда приезжает Димаш, где, во сколько встречать, как можно передать то. Никак, ребят. Через меня никак. Вот после, особенно после этих таких вот сообщений, никак даже не пишите, не обращайтесь, никогда не спрашивайте. Я на себя такую ответственность брать не буду, потому что я вижу, что наряду с хорошими, долгами, позитивными, дирс, фанатами, поклонниками, есть вот такие сумасшедшие люди. И их нужно бояться, потому что они неадекватные. Они могут сделать все, что угодно. И мне, и окружению Димаша, и самому Димашу. Поэтому я буду все меньше и меньше разговаривать на тему Димаша. Мне очень хочется многим поделиться, но я не хочу после такого сообщения, не хочу. Потому что все это воспринимают, не все, конечно, некоторые люди это воспринимают совсем по-другому. И теперь этот милый вопрос, где Димаш, я буду блокировать сразу. вообще даже не смеясь, не улыбаясь никак. Хотите обижайтесь, хотите нет. Где Димаш, чем занимается? Что он сейчас делает? В каком он городе, в какой стране находится? Все, ребят, честно, не хочу. В последнем видео, посвященном маме, я, помните, говорил, что про вас, основных моих людей, которые всегда меня поддерживают. и я говорил, обращаясь к маме, мам, ну ты же знаешь, что на Ютубе много хороших, прекрасных людей. Я в это продолжаю верить, но, к сожалению, вот, понимаете, есть. Это единицы, конечно, но, блин, как же это задевает, как же ты не можешь пройти мимо и просто пропустить это через себя. Я реально в ту ночь, вы знаете, это прям вот я уже в кровати лежал, открывает спам, мне начало аж трясти, вы знаете, это, ну, я не знаю, передать эти чувства. Я просто зажег свечку и прочитал молитву, потому что это страшно. Это страшно, что люди могут тебе такое желать и еще и всему моему окружению и все, кто придет в мой дом. А я считаю, что вы, мои люди, которые со мной все эти годы, вы реально в моем доме, вы приходите практически каждый день. То есть, получается, это и к вам всем относится. Я просто хочу предупредить, что вот такие люди нас могут окружать, которые могут даже сначала себя как-то не проявлять, а потом бац, и все. И ты думаешь, нифига себе, ты думаешь, что у тебя так все мило, прекрасно на канале, и все тебя любят, и ты их тоже взаимно. А нет. Неадекватных, злых людей. Я вот реально не понимаю, как может человек не бояться писать такое. Но вы увидели, что в ответ она написала. Что эти проклятия, когда они по делу, они не возвращаются. Господи, какая же ты наивная. Ладно. Мне реально нужно было это выговорить. Я извиняюсь перед тем, кому это неприятно. И я реально хотел выйти после небольшого отдыха с вами совсем с другим видео, с прямым эфиром просто пообщаться и рассказать что-то, что было в этой потрясающе невероятной поездке. Я благодарен всем, кто участен был к этой поездке. потому что все было невероятно круто. Я очень рад и я до сих пор не верю, что мы это сделали. Думаю, что через день-два я обязательно выйду в эфир. Обязательно. Но я эту тему больше затрагивать не буду. Пожалуйста. Давайте в прямом эфире вот как будто просто ничего не было. Я сейчас высказался. Я считаю, что я имею право на своем канале говорить то, что я хочу, потому что иногда меня упрекают. Такие видео бывают крайне редкие. На одной руке можно посчитать, когда я с какой-то претензией и негативом выхожу к вам. Потому что у меня позитивный, я считаю, канал. Я никогда не ругаюсь ни с кем. Но здесь, извините, пройти не могу. И не обратить внимания тоже не могу. Я объяснил, почему. Спасибо всем вам за вашу поддержку. Всегда все равно вас больше. Я вас всех обнял и до скорой встречи. Пока-пока.